Девушки отдыхают Мертвые не будут страдать от ужасов, которыми наполнен новый мир. Те, кто родится в этом аду, не будут знать, что раньше все было иначе. А те, кто выжил, они уже сломлены. Ведь они знают, как было раньше. Ну что ж, привитос Амигос, мир не без добрых людей. Окей, благодарность объявляется Ивану Леонову и Владимиру Исакову за то, что предоставили игру и помогли настроить всю фигню. То есть, эту связь между аккаунтами или как там это называется, хренотень. Короче, благодаря им мы сейчас посмотрим, заценим игру Mad Max. Сейчас по традиции игра совершенно нихрена не дружит со счетчиком FPS. То есть, если опять, не знаю, может у меня какая-то проблема с железом началась, но если включен бандикам или какая-то программа записи, то критуется видеодрайвер, игра вылетает. И перепробовал массу решения этой проблемы. Короче, ни одна не работает. Только выключать показ FPS на бандикаме, но он же индикатор записи. То есть, очень неудобно смотреть, когда бандикам пишет, когда нет, теперь непонятно. Вот, наслушался много лесных отзывов об оптимизации этой игры. Все пишут, что оптимизация огонь, сам бог делал. Зев сковал просто на Олимпе оптимизацию. То есть, прям вообще, ну у меня комп вообще далеко не самый мощный, поэтому вот сейчас, сейчас узнаем, какая тут оптимизация, значит. У меня комп еле-еле, короче, в минималке, походу, вписывается. Да плевать, куда сохранять его, куда хотите, дайте уже, дайте уже глянуть на эту, на эту игру. Ну, смотрел все фильмы из серии Безумного Макса, но не могу сказать, что я фанат их. К тому же, вот последняя часть, когда вышла, которая, там, что-то вообще фильм потерял последние остатки смысла вообще, какие только были. Так, вот он, значит, Безумный Макс, он не очень похож на Тома Харди. Вообще, Том Харди, на мой взгляд, довольно странный выбор на роль Безумного Макса. Какой-то он, не знаю. Может, это моя личная небольшая нелюбовь к Тому Харди. Но просто Мел Гибсон в свое время смотрелся в этой роли, как-то, я не знаю. Но он был такой гламурненький тогда еще, этот Мел Гибсон. А этот чувак, он похож вообще, знаете, на кого? На этого. Из Dragon Age второе участие на главного героя. Этот, который, там, защитник Кирквелла, короче. Вот по умолчанию он имеет такую внешность. Странно, у него тачка такая ржавая, а покрышки не стертые, нифига, смотри. На ноге у Макса одет какой-то фиксатор, как у Форреста Гампа был, да? Но это не аппарат Елизарова, но тоже какая-то хренотень, короче. Я не помню, были ли у него фильмы, какие-то проблемы с ногой. По-моему, во второй части были, а в третьей уже он был здоровенький тогда. Слушайте, как он вот этих рейдеров отстреливает. Просто крошит. Рейдеры похожи реально на чуваков из Рейджа. Тоже белой краской вымазанные. Смотрите, Волга, Волга. А, нет, это Гольф. Или что это такое вообще? Ну, приехал Царь Бич. Я смотрю, люди после конца... Это что это у него там, стояк, что ли? Смотрите, он... Клыканчик-то привстал. Это, походу, сын Бессмертного Джо, да? Члема Оструса. Это члем... Члем. Так, зови себя членом тогда. Чё члем-то у тебя? У него, смотрите, бошки болтаются, какие-то отрезанные. Довольно странный антураж, конечно, я не знаю. В теме... Как безумный Макс бездарно тачку свою просрал? В фильме, короче, не раскрыли тему наркотика, который заливали себе в пасть рейдеры перед смертью, да? Я вот ожидал, что расскажут, что это такое. Они как будто серебряную краску себе в рот заливали. Но в фильме так эту интригу не раскрыли, может, в игре узнаем. Просто я не знаю, почему... Откуда... Откуда такое обилие психов в этой игре, ну, реально? Избрали ли реально люди бы себе такого лидера, который головы всем отрезает и носит их? Это ж как-то совсем... Жалкий пёс. Ну, смотрите, он реально, он избил свою собаку. А это у него пушка какая-то из этого... Из Дэдрайзинга, походу. Там... Это в той игре есть вариации на тему бензопил, насаженных на палку. Он продолжает драться, как бы. Смотрите, пила не задела мозг, несмотря на то, что... Распилила ему... Всю хлеборезку... Пополам. Ну, заставка пока не лагает, надо сказать. Прикольные эффекты. О, это собака этого чувака, смотрите, обгладывает, обгладывает Макса. Смотрите, она его жрёт. А, нет, она его будила, типа. Чё, пёсик, дружить, походу, будем? Смотрите, у него лапа сломана. Чё, пёсик, дружить, по-моему, на картинке Безумный Макс частенько изображён рядом с собакой, идущей на дороге, но... Я в фильме чё-то не помню тему собаки. По-моему, во второй части, да, у него собака вроде была, и то её убили там, что ли. Очень давно, на самом деле, смотрел Безумных Максов. Хорошо помню только первого и второго. А их там вообще, по-моему, частей чуть ли не пять, но четыре точно, но последних частей в HD нету. Поэтому я их уже не смотрел. Да, с собакой он быстро подружился и ботиночки нашёл. Так, ну что, камера. Камера работает без лагов. Да, оптимизация действительно... Я не знаю, зачем разработчик всех взял и напугал системными требованиями. Я, вот честно, игру только по системным требованиям не хотел покупать. Но я попытался купить эту игру, но с Яндекс.Деньгами у Стима произошёл небольшой конфликт. Короче, Стим торчит мне тысячу рублей. Так. Сворачиваюсь, проверяю, пишет ли бандикам что-нибудь, потому что, ну, реально стрёмно. Стрёмно час записать и выяснить, что ничего не записалось. Но я не буду ничего говорить про графику, да, потому что, скорее всего, у меня не ультра настройки, и для этого есть ванамаз. Но я скажу, в принципе, слушайте, что смотрится всё. И даже если это не ультра графика, то смотрится всё вполне очень достойно. Ну, тени, да, вот тени пикселями сыпятся. Вот, видимо, тени, тени на максимуме. А так всё, в принципе, на неизбалованный глаз, в принципе, радуется. О, это домик собачки. Используйте источник воды, чтобы наполнить флягу. Да фу, из этой миски собака локала. Ты что будешь за собакой пить, что ли? О, это ещё какое-то время... Да, он всю воду забрал, короче. Собака обломалась. А, здоровье, чтобы восстановить здоровье Макса. Глотники из фляги. Водички, да. Пока что пёс меня не подводил, надо его найти. А куда он убежал-то? Походу, Безумный Макс будет странствовать здесь повсюду вместе с собакой. Но я заметил, что тема собак активно возвращается сейчас. О, боже. Собака попала в капкан. То есть, тема собак активно возвращается в игры, в фильмы тоже, по-моему. Но раньше частенько была такая фигня, что... О, горбатый. Это этот... И фиальт, который предал царя Леонида. Сейчас он умрёт, походу. Что он плетёт, какая свеча? Ну... В натуре он голым. Что он плетёт? Какая свеча? Смотрите, у него ожерелье из автомобильных свечей. Ты не должен быть, потому что... Я знаю, как ты. Я спрятал тебя в долгосрочных свечей. Они оставили тебя за фиальтами. И они выстрелили его правой. И теперь ты будешь смотреть, чтобы выстрелили его обратно. Это то, что пропитание говорит. Хочу сказать, что мне кажется, разработчики наделили Безумного Макса здесь такой, самой оптимальной внешностью. Знаете, он такой уже не гламурный Мел Гибсон, да, секс-символ там 80-х, а более такой брутальный и при этом не такой, как Том Харди. Потому что, ну, Том Харди, он какой-то, не знаю... Он такой накачанный, вроде как, здоровый. Но у него лицо какое-то, ну, прям, вот вообще не для Безумного Макса. Оно какое-то глуповатое у него постоянно. Но, слава богу, что не Джейк Джилленхол сыграл, блин. Это была бы трагедия. Надо вообще на кинопоиске посмотреть, кто рассматривался на роль Безумных Максов. А, этот чувак решил помочь собаке. Видимо, это... Это наш, наш человек, да, удерживать, поговорить, ну... Может, он собаку эту знает, он же тоже этот... Двинутый. Куда они твили чёрного на чёрного? Ну, чё, пожри чё-нибудь, бак у тебя совсем пустой. Говорят, что в этой игре очень много однообразных миссий, и очень много миссий с поиском, связанных со всякими запчастями там. Короче, как я понял, как я слышал, цель игры здесь собрать супертачку. Ну, это вообще, конечно. То есть, не пройти какой-то цельный сюжет, а собрать машину и победить злодея, который там ту тачку забрал. Ну, это... Ну, это капец, конечно, блин, обломано, на самом деле. Лучше бы Безумный Макс был, знаете, такой, как Экс-машина. Ну, кто играл, знает, да, в открытом мире там прикольная игра про... Ну, для своего времени прикольная игра про тачки. Вот, лучше бы и Безумный Макс такой был. Выполнять одни и те же задания для того, чтобы собирать там металлолом какой-то, конечно. Но это надо всё посмотреть, пока рано об этом вести речь. О, понятно, племя живёт в условиях адской конкуренции. Опа, и Безумный Макс сходу пропускает в табло. Да как стрелять-то, ёб твою мать? Что за... ЛБ плюс Б, это что за херня вообще? Ёб твою маму, подожди. Я в темноте сижу, я не помню, где ЛБ, левый и ближний. Да, сказать, что стрельба здесь неудобная на геймпаде, это вообще ничего не сказать, потому что я вообще не понял, чё. А, ну на эту целиться, а на эту стрелять, да? И патронов у меня больше нет. Поправочка, патроны у меня есть. Это был последний, да? А, вот это был последний. То есть ноль патронов показано было, но один был в стволе. Да, мог бы догадаться, но хрен его знает. На Безумный Максе вроде как появилась кровь. Видимо, следующего чувака придётся избивать. Избивать рукопашную. Ну, вроде как в трейлерах и видосах показывали недушные рукопашные бои. Хотя Безумный Макс никогда в рукопашных боях никогда классным рукопашным бойцом, по сути, не был. До того, как его сыграл Том Харди, собственно говоря. Вот. Безумный Макс, он именно как-то выживал. Он не был такой... Не был такой нагибатор нагибаторов просто. А, ну понятно, боёвка. Понятно, знакомая... Знакомая боёвка... Боёвка из Бэтмена, короче. Пресс X to win. Пресс Y, чтобы парировать, а потом выиграть. Понятно. Всё. А, это... Это такой, понятно. Безумный Макс, Киокушинец, короче. Локтями владеет. Slow motion небольшой, когда надо парировать. Я знаю фанатов... Фанатов этой боёвки двухкнопочной. Они потом приходят в Dark Souls и говорят, что в Dark Souls иголимое управление. И они не могут в него играть. Чисто из-за того, что управление говно. Оно просто немножко сложнее, чем сжать две кнопки. Удерживать. Забрать проволоку. Какую проволоку-то? Посмотри, тут ничего кроме корпуса нету. Какая проволока-то? Руль, что ли? Нет, что-то вырвал. Смотри, два провода каких-то. Но я ничего не знаю. Провода должны усватить. Да. Сведения о месте нахождения. Место поживы, лагерь отморозков. В местах поживы можно найти полезные предметы. Например, лом, патроны или жрачку. А также реликвии и запчасти. Чтобы отыскать места поживы, создавайте команды разведчиков в крепостях. У Безумного Макса своя крепость. Он будет командовать разведчиками, что ли? Да ладно, вы серьёзно? Отнести проволоку к жестянщику. Ну понятно, три шага прошли. Теперь возвращаемся. А, вот он ждёт уже. Чё это у него на горбу, смотри. Он как Джанго классический. Не тот, который освобождённый, а тот, который спагетти-вестерн. Тот, помните, гроб за собой таскал. Уникальный вестерн. Весь фильм была интрига. Что же у него, сука, в гробу там, который он за собой носит? Не буду спойлерить. Что там? Вдруг многие сейчас захотели посмотреть. Чё это он делает? Отвёртку лежит. О, вот я слышал, я слышал звуковые звуки из-за «Смакдона». Ты не продырявили, а ты? Дай мне, ты не. Тебя не продырявили? Ну, собиралась пара пидарков оприходовать, но я им не дался. Салава, салава, небесам. Мне кажется, пёсику жмут эти ремни, нет? Чё-то он какой-то вообще полудохлый. Трогательные сцены ухода за собакой. Просто, знаете, раньше была такая фигня, что, типа, если хочешь, чтобы у фильма рейтинг вырос на две звезды из десяти, дай главному герою собаку и убей её ближе к концу фильма. Раньше-то, ну, согласитесь, часто, очень часто так поступали. Было очень много фильмов, где реально у главного героя там погибала собака просто. Люди плакали, люди говорили, фильм шедевр! Вот. А потом появились комедии, где собака якобы умирала, но она выживала там. То есть, ну, активно форсилась тема животного. Например, танцы с волками там. Танцы с волками, это вообще, это как волка жалко, пиздец просто было. Но я не понимаю вообще, зачем в фильме танцы с волками его убили. То есть, в чём смысл-то был? Это было вообще не обязательно, не нужно, но просто взяли и грохнули. Ну вот, началась гоночка. Опять ничего не лагает. Да ладно. Я думаю, что... А, я думаю, что разработчикам Бэтмена надо отдаться в анальное рабство вот этому разработчику, и, может быть, они познают тогда, что такое оптимизация урода без руки. Это же просто вообще, вообще она не лагает. Охренеть можно. Он может быть able to spot your car. Чего? Жалко, что озвучки, конечно, пожалели. Могли бы и озвучить. Просто, когда ездишь, постоянно здесь кто-то разговаривает. А я не могу читать и смотреть на дорогу, как бы, это не знаю. Против правил дорожного движения, поэтому параллельно с героями разговариваю я сам. Смотрите, герои оставляют следы такие. Но они, правда, следы остаются иногда мимо ноги у него, смотрите. Правый след регулярно промахивается мимо сапога, но... Это уже так. Душность. Мясники-язычники. Член-острус там... А как он с распиленной головой жив? А, может, это был не король? Член. Какой вообще можно было называть, чувака, член? Я собираюсь в мою машину. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мой караган. Это для тебя, и лучше для меня. Слушайте. Смотри, здесь вашя зла-зла-зла-зла-зла-зла. Она уже была, она никогда не будет вечно. Что-то еще раз, что-то еще раз. Который, который выложил все-таки быстрее, чем зла-зла-зла-зла-зла-зла-зла-зла-зла-зла-зла-зла-зла. Скажи, как быстро. Там. Ну вот, эта сюжетная замутка, как бы такая, ну, блин, ну простенькая вообще, ну конкретно. Для того, чтобы вернуть свою старую тачку, надо собрать новую тачку. Так не проще, если ты новую тачку соберёшь, просто сесть на неё и уехать. Дикарь, я остался без машины. Воины члена разнесли её на куски. Нет, они её не разнесли на куски, они её просто забрали. Эм, это игра, она приквел к фильму, как я слышал, да, в фильме вообще на его тачке кто-то ездил, насколько я помню, какие-то психи. Этот чокнутый механик может мне помочь. Ну, наверное, может. То есть баги Безумного Макса никаким раком не устраивает, да? Так, отлично, даже куда посмотреть надо. Эх, хорошенький механик. Повторяющий место, чтобы построить машину. Чего? Какое укрытие? Как там машину собирать? Это корабль перевёрнутый валяется, и около него пара контейнеров. Это дерьмо, а не укрытие полное причём. Миссия. Чтобы узнать продолжение сюжета, доберитесь до убежища-жеща-жестянщика. Не могу не заметить, что собака куда-то... А, у собаки будка сделанная из бочки. Посмотри, как классно. С собакой всё хорошо, собака жива. Настя, не волнуйся. Удержать здесь машину. Вот, многие говорили, что это будет песочница, короче, что это будет как GTA. Но это всё-таки не как GTA, оказался как Shadow of Mordor, как сказал известный... Журналист Антоша Логвинов, которого многие обвиняют в продажности, как бы чьему слову никто не верит. А, понятно, всё-таки вот. Внутрянка-то здесь присутствует в кораблике. Интересно, и чё рейдеры... Здесь рейдерам до этого убежища ехать пять минут, чё они его не разграбили до сих пор? Ты готов, Сейф! Моя святость, мы ждём! Пока вообще нихрена непонятно, чё происходит. Долго вводят в курс замеса. Ну, приступить к миссии, давай. Вода-то у него тут есть лечебная. Я последний раз водой лечился в Принце Персии, по-моему. Я не знаю, что это было. Дом. Валюсинация превратилась в правду. Анжел делает стиль! Боя огонь, который движет пистон, Боя траниона на высоте. Для Кэмэ и Белый-жан-бюстей. Еле лезет! Опа! Его шедевр... У меня плохо со зрением, по-моему, это Лада Калина, да? Да, точно, это она. Нет. Нет, это лучше, это Приора. Лада Приора! Она ухудшит из Нуминаса. Довольно инспирсов. Она ухудшит себя на этот мир. Посмотрите. Видите? Вот. Довольно ухудшит с дыханием. И симбиозис из веры. А почему у него пар идет изо рта, когда он выдыхает? Или он пылью дышит? Просто не в пустыне, и там жарко. Смотрите, что у них с дыханием-то? Они просто горячие парни. У них пар идет даже в жару. Мы будем туда, да? Первое, мы должны получить ее красивое тело. Покажи мне, где она. Да? Нет времени, как президент. Давай, Сейф. Мы должны идти. Мы выберем ее тело. Отечественного автопрома. И вот очередная Приора выехала из двери своего завода. Хотя какая-то Приора. А эта тачка даже более стильно выглядит, чем Приора. Карта. Что это такое? Место поживо. Так мы вместо поживо едем, что ли? Давай. Спидометра в игре я не вижу, конечно. Но мне кажется, что ездит... Ездит машина быстро. Это была попытка смена вида. Я думал, что, может быть, здесь есть вид из... Из-за... Из-за... Блин. Из-за руля, как бы, но... Понятно. Нет, других видов, походу, тут нету. Либо я просто не знаю. Нет, нету. Все кнопки проверил. Обломчик. С видом из глаз тут, наверное, было бы особо... Особо классно. Ну, правда... Правда, трясло бы, наверное, сильно. Потому что здесь дорог-то вообще нету, походу. Непрочные ворота. И что делать? Непрочные ворота. Не непрочные, а непрочные. Гепрочные тогда бы уже написали. А, ё-моё, непрочные. Да. Проехать на кладбище. А, это не миссия, ёптель. Миссия проехать на кладбище. Я просто думал, что... Ну, места поживы, вроде он сказал, где можно детали для машины найти. А мы, насколько я понимаю, ищем аж целый кузов. А кузов мы найдём на кладбище автомобилей. Резонно, резонно. Единственное, что я у этой машины не вижу бензобака. На чём она ездит-то? Просто вообще она... А, вон, сзади он болтается. Вот такой небольшой бачок, походу. Я уже думал, она на силе мысли работает. Или на солнечных батариях. Не, ну, гонять, конечно, прикольно. Сразу понятно. Это напоминает Red Faction. Где по Марсу гоняешь тоже. Да, конечно. Не, ну, в принципе, тематика такая прикольная. Но особенно, не знаю, дети, наверное, оценят. Ну, смысл игры прокачивать тачку. Ну, это же так круто. Казалось бы, мне 10 лет назад я бы охренел. Просто, когда, смотрите, тебе дают вообще днищенская корыта. Просто один... Ну, только сказал, что бак маленький, как он кончился. Я просто в воду глядел. Вот, как бы. Дают один каркас от тачки, и надо из неё сделать непобедимую машину. Ну, это же, ну, круто. Но это круто, если это было бы растянуто миссией на 10. Но, блин, не на всю игру же. Так, вот, кладбище. Канистры. А, то есть ещё и постоянно надо ходить бензин добывать, да? Ну, понятно, понятно, неплохо. МТ. МТ. А, это чё? О, собрать лом. Ну, вообще классно. Я, причём, по-моему, там карданный вал лежал. Не карданный вал, а этот. Шот. Ай да пофигу. Я, конечно, некоторое время обучался ремеслу автомеханика, но... Но, не успешно, скажем так. Не моё это в машинах рыться, не моё. Кто-то здесь уже давно сходил. Возможно, с любым использованием. Здесь все много, держи глаза, Пино. О, ты, Тино, отзывайся! О, ты, Тино, отзывайся! О, ты, Тино, отзывайся! О, ты, Тино, отзывайся! Блин, Дин, давай, горбатый, подтолкни до заправки-то, ёптать. Блин, чувака не успели задавить. Он ещё и говном каким-то бросается. Бам-бам-бам в пачку. Блок а-ля карате. Универсальный блок, отбивающий любые удары в жбан. Не могу разобрать, каким боевым искусством владеет безумный Макс. У него какие-то удары такие рабочие-крестьянские, колхозные. Потом, бац, он с локтя втаскивает, вообще, уникально. То есть, если я сейчас не найду бензин, два варианта, либо здесь где-то есть трамвай, либо я иду пешком. Ну. О, полная канистра. Выкинуть, поджечь, бросить. Какая-то большая баунтика. Мы в счастье. Интересно, где они в этом постапокалиптическом мире добывают бензин? Пиларо, все, по пути к бензинам. Ну, я помню, что во второй части фильма была такая тема, что он защищал базу на нефтяной вышке, что там хотели рейдеры захватить нефтяной вот этот город, короче, который нефть добывал. Когда он там еще фуру угнал у них. Не, не угнал. Когда он помогал им, короче, на фуле куда-то уехать. Мне, вот лично для меня, вот вторая часть Безумного Макса, она, по-моему, самая такая нормальная. То есть там... Ну, первая часть, она вообще, можно сказать, там, как-то еще и Армагеддоном-то и не пахнет. Какая-то там полиция есть, что-то происходит, какие-то разборки какие-то. Но вторая вот уже именно постапокалиптическая. А, положить канистру в шедевр. То есть, что я тебя не понял? А, одной заправил, одну с собой, что ли, возьмем, да? Как много здесь... Ой, блядь! Странно, я... Сука, въехал в камень на этом шедевре. Макс разбил сусало, вероятно, обруль. И мне за это дали второй левел. Прикольно здесь прокачка действует. Чем больше ты огребаешь, тем круче ты становишься. То есть я до этого взял эту же канистру, унес ее, и на ее месте новая появилась, да, походу? Ну, давайте начнем с тачкой, пока ночевые пана вернутся к своим левелям. Наверное, какой-нибудь этот Делориан, блин, как в этом. Назад в будущее. Ну, это, походу, какой-то универсал, да, судя по тому, что у него сзади. Судя по тому, что горбатый сзади нашел себе место, где ему приармяница. Никто вокруг, их дверь не охраняется. Газолин, сейт. Один левел, дай ее открыть. А, то есть берем теперь отсюда канистру, идем подрывать ворота, ну. Что-то пока, конечно, в игре возни, на мой взгляд, как-то многовато не бывало. Ну, интересно, и как она взорвется. Ну, не знаю, не знаю, может ли канистра бензина так рвануть. Вполне возможно, видимо. На этот вопрос могут ответить только разрушители легенд. Что-то не понял, это чей тут такой хребет? Здесь что, динозавры, что ли, поселились? Смотрите, чей-то позвоночник такой огромный. Вообще капец. Какое-то место археологических раскопок, наверное, либо просто для антуража добавили. Мина такая. Очень-очень незаметная мина. Сразу противогусеничная какая-то. Висит, светится как бы, блин. Это уже мина. Так, вот она как работает. Горбатый чуть без жопы только что не остался, по-моему. Смотрите, еще один такой скелет. Это скелеты китов, наверное, каких-то, я не знаю. Но я видел в музее скелет кита. В принципе, возможно, что... Да, похоже, кстати. Тогда, получается, мы сейчас ездим по руслу высохшей реки, что ли? Ай, да пошла ты. Смотрелся, думал, что вот этот чувак стоит. Я понял, это бомба сделана из коктейлей молотого. Но что-то я жизнью... А, вон, жизнь у машины есть, да. Интересно. А где ее чинить? Ага, вот. Удерживать надо или что? О, да ладно, камера переключилась. Все-таки есть такой вид. Офигеть, надо два раза, короче, крестик вниз нажать. Двойное назначение у кнопок, походу, да? Ну, теперь кайфуем, короче. О, понеслась. Давай, давай, похеру. Мины, не мины. О, бля, безумный Макс. Тормоза придумали трусы, мины придумали пидорасы. Едем. Мы горим, горбатый, горим. Нихуя не видно. Че, где? А, похрен, едем. Сразу клип группы Скутер вспомнился, где они на баге по пустыне гоняли. Нет, ну это беспредел, ничего не видно. О, работай, давай, раб. Сука, у него яйца, походу, просто несгораемые какие-то, смотрите. Тушит, тушит тачку. Ну, это прикол вообще. Какой-то у него очень вялый огнетушитель. И что, он полностью тачку отремонтирует? Да ладно, нихрена ты полезен. Черт, да. А я на него гнал, думал, что это Леонида предал. Фу, мне очень стыдно. У него на спине какой-то отпечаток. Не разглядеть нихрена из-за фар. А, вон ладонь, ладонь какая-то отпечатана черная. Интересно, что это такое. Да, он полностью восстановил тачку. То есть, прикольно. Так, верните-ка мне мой вид. Жалко, ручника нету, как я вижу, да, по-моему. Не, ну с таким видом это вообще другой базар просто. Очень тяжело, правда, ездить. По сравнению с видом от третьего лица. Но ощущения классные, мне нравится. То есть, если... Ну, обычно, то есть, очень сложно управлять в гонках видом из кабины. Он, как правило, самый сложный. Но если есть возможность нормально ездить с таким видом, это самый такой нормальный вариант. Интересно, а здесь дают какой-нибудь выбор, как будет выглядеть твоя машина? То есть, из нескольких корпусов выбрать? Или тут она стандартная будет? Я ловлю тело к ней. Да, да, да. Ты готов? Я буду. Если они умеют делать лампы. Ну, это не лампы накаливания, как я понимаю, это какая-то херня. Может, химическая, может, еще что-то. Но внутри есть спираль. То есть, возможно, что все-таки накаливание. Ну, довольно интересная технология в любом случае. Вот этот трюк, он, я так понимаю, позаимствовал у Лары Крофт, которая на своем этом самодельном ледорубе ездила по канатам. Макс ездит на дробовике. Взять фонарь у какого-то лысого египтянина, раба. Сука, где америкосы такие фонари видели, которые так удачно цепляются? Вот, сука, никогда не видел такого гнутого фонаря. Я еще в Ивовизине думал, что это сломанный. Да-да-да, бинокль, фляга. О, фляга-то есть еще что-то. А если зажать и держать, нет. Больше пить нечего. Надо как-то перерабатывать свою мочу, как делал Кевин Костнер в водном мире. Потому что, походу, тут вода очень ценная. О, вот и водичка. Интересно, объем этой фляги, если слева был полностью закрашенный значок воды, а справа пустая фляга, и в итоге вода закончилась раньше, чем фляга наполнилась. Напоминает Эстус немного, да? Тоже несколько глотков. А, сделай выбор, он говорит, смотрите. Собрать лом. Интересно, а где же психи-то? Чего они тут оставили все свои богатства? Ну, давай подумаем, какую тачку взять, наверное, да? Так, или надо разные крутить, чтобы разные спускать. Нет, пока только эту. Хорошо, давай. Фернейс. Свободен Фернейс. Шавел Фейс. Чем он от Фернейс отличается? А, ну Фернейс это такой кармагеддон такой. Это, так говорят, мустанг. Это вот Делориан, смотрите, назад в будущее. Ну, похоже очень. Ой, ёпта, нихуя. Машина Дона Корлеоне. Ну, это вообще просто Бугатти Вейрон этого мира, я думаю. Я даже не знаю, вот такую взять или... Вот эта-то явно покручена. Я думаю, что все возьмут именно вот эту, потому что она самая крутая просто. А я хочу быть не такой, как все. Я буду ездить на самом задрипанном ведре, которое здесь только есть в этой пещере. Сейчас Горбун прихереет от моего выбора. Смотрели фильм «Золотой теленок»? Помните машину антилопа гнул? Вот она и то, походу, лучше выглядела. А вот и обезьяны. Нажмите РБ, чтобы уклониться от особенно сильных атак, которые невозможно парировать. Ну, давай, ублюдок. Каким-то мастерским ударом Мэдмакс отбил нож только что. О! Ай, блин, свинорезку. Вот это подбирай, подбирай, подбирай. Заточка оружия, которым можно быстро добить оглушенного врага. Ага, это оружие добивания, а не боя. Понятно. Да ёптечки налево. А как их оглушать? Что-то они как-то не оглушаются, нихрена, почти. А удар-то пропускаешь, пропускаешь здесь. Здесь не так, как в Бэтмене, немного посложнее всё, по-моему. В Бэтмене-то боёвка вообще элементарная была. Второе место в мире поэлементарщине после первых ассасинов, где достаточно было просто парировать и всех ваншотить саблей. Мне кажется, что заточка была одноразовая. А правда? Больше нет заточки. Ваше здоровье, дикари. Честь имею. Ой, бля. Ах ты, сука, ты ж посмотри. Ай, пятки горят, пятки горят. Бежим, бежим. Чувак, давай. Ай, выход-то не здесь, да? Чёрт. Придётся пройти через зато ад ещё раз. Хватит бензин переводить, гопники и прыжок, прыжок. Горим, блядь, горим, Макс, горим. Нормально. О. О, зашибись. Сейчас, ещё, ещё, ещё. Надо пожар внутренний потушить. Ну давай, крути ты, говно. Чего, чего, чего? Удерживать, сломать. Ага. Понятно. И... И... Блядь, спрыгнуть. Я думал, он съедет как-то там в спортивном. А горбатый уже, походу, приормянил этот корпус-то. О, мне нравится вид из кабины на мою новую машину. Вообще, вообще волшебно. А вот и началась, походу, начался автомобильный замес, короче. Чтобы прицельно выстрелить по уязвимому месту из дробовика, нажмите ЛБ и Б, чтобы выполнить бортовой таран влево или вправо. Используйте ИКС и левый стик. Ну, давай проверим. Чего? Балл-б, выстрел. Так у меня нечем стрелять-то. Вау. Все-таки было чем. Ну, вообще, Америка, конечно, и графика, смотрите, и вообще. Конечно. Крутотенечка такая. А теперь попробуем, наверное, таран, да? Ой, нет. Очередное фаталити мастерски исполненное просто. А можно что-нибудь с его тачки забрать? Горбатый, погляди, что-нибудь есть у него приличное там? Единственное, только что кабина немножко размыта, блин. О, еще есть и камера на лицо Мэдмакса зачем-то. Я-то думал, мы видом из глаз управляем. Но хрен там плавал. Просто какая-то GoPro-камера, видимо, в кабине здесь. Перед лицом Мэдмакса аккуратно висит. Опа, мимо кассы. Ай, таран, ай, хороша. Свободен, ёпты. Да, ну, таран, конечно, халявное, халявное убийство такое. Я, как бы, ну, моя машина при таранах почему-то вообще не страдает. Что-то там немножко треснуло, по-моему. У меня что, стекла в машине были? Миссия пройдена, шедевр. Согласен, шедевр. Тачка шедевр. Только что-то она горит, короче. Надо горбатого ремонтника опять, короче, попросить. О, вообще прикольно. А я могу ехать? Нет! Господи, цепляйся ногтями, чувак. Чтобы защищенщик-то монтировал, да. Надо стоять, походу, во время ремонта. Он очень долго лазит по машине. О, в этот раз он ничего не тушит. Прикольно, прикольно. Слышишь, работай рукой. Я не поверю, что ты, блин, не можешь правой рукой быстрее шевелить. Не надо наебывать меня пытаться, что ты не знаешь, о чем я. Давай, дерну. Ну, с места как-то вяла тачка, конечно, трогается. Единственное, что из этого вида не очень видно, где обрыв впереди, где чего. Но все равно вид классный. А, вот мы и приехали. Жаль, что нету спидометра никакого даже. Хотя бы ориентировочно знать, с какой скоростью гоняет тачила. О, песик, смотри-ка. Что, ну, протез лапы сделал, что ли? Какой-то, ну, или что. То есть, а помимо выполнения миссии, можно просто так покататься. Понятно. Ха-ха. Мы нужны части, как они. Помни мне, чтобы собирать все эти стены. На машине следы какой-то старой аэрографии. О, он хочет гарпун. Ну, я припоминаю в Джаскаусе какой-то гарпун, а это тот же разработчик. Но я не помню, что он там делал. Не, а в Джаскаус как-то так до конца и не прошел. Как бы, игра всем своим вот этим вот трэшем, как бы, я не знаю, как назвать. В хорошем смысле трэшем. Она быстро наскучила. То есть, постоянные полеты на парашюте с крюком утомили. А-а-а, да, но в Джаг-тепе, это не... Это не, не, не здесь вообще. Че, надо куда-то поехать, что ли? Это просто там, для, э, безопасности. Зазубренный наконечник в койке ему нужен был для самозащиты. Ну да, я так и догадывался, что у него оттелок-то отбоя нет, поэтому приходилось брать с собой нож, какую-нибудь заточку, чтобы вдруг какая-то залезет в гамачок. Ну, не в жопу же он его пихал себе в конце-то концу. Че-то я не понял, если моя машина вот там, тогда это че такое? А, это баги. Я так подозреваю, что сейчас он машину мне перестанет мою давать, и я буду на баги ездить и привозить ему запчасти какие-то. Че-то я не знаю, что я не знаю. Ну, еще улучшение недоступно, недоступно, даже непонятно, что там за улучшение-то, не посмотреть. Приобрести за 15 лома. Кстати, у Макса хватит лома еще на таранную решетку, ни хера себе. А, ну это грабли такие, да? Драка. Ну, я установил. Почему на машине ничего не появилось? Че-то я ни хера не понял. А, вот теперь появилось. Ага. А гарпун? Снайперская винтовка какая-то, ёптись. Какое отношение снайперская винтовка имеет к прокачке тачки, не очень понятно. Ну че мой горбатый экзибит, поехали, испытаем. Ты поставил монитор в мой багажник? А низкопрофильную резину с блестящими дисками. Я так смотрю, тут колеса какие-то, они чуть ли не проволокой, он скрученный. То есть это не бескамерка даже, а какое-то такое ощущение, что резина набита каким-то тряпьем или говном каким-то и скреплена какой-то проволокой. Но это многое объясняет, да? Они молодцы об этом подумали, потому что, ну, какой тут нахер шиномонтаж, да? В таких условиях. А, снова здесь, снова едем. Валить тотемы? Пугало. Да, нихера себе вальнул. Нет, дайте-ка обычную камеру тогда. Че за фигня, камера не включается. Ага. Просто если при столкновениях камера будет задираться... Ну, из гарпуна будет неудобно стрелять с видом из кабины. Это, конечно, минус. У меня че, есть чем стрелять-то? А, гарпун. Да, вопрос в том, как часто придется повторять эту прикольную процедуру. Если слишком часто она из прикольной превратится в рутинную, это будет не очень круто. Опа, опа, опа. Я по трупу только что проехал. А че это там такое лежало? Странное задание. Уничтожить пугала. Что это такое? Я понимаю, что все миссии здесь направлены на улучшение. Если не машины, то оружие какого-то или... Ну, не знаю, зачем пугало уничтожать, но на их месте походу лом появляется. Я че-то одну не проверил. Да, вон они. О, да, вон они. Он был прикольный. Сбил эту фигню, а она сверху горбатому по башке бы упала. У нас был бы номер. Нет, мы скаутили. О, да, вон они. Да. То есть, блядь, каждый раз надо вылезать из машины, подбирать... Подбирать свой лут. Смотрите, сейчас еще проезжаем буквально 10 метров, которые лень было бегать. И здесь мы видим... А, здесь эти лохи. Ой. И экранчик немножко подразбился. О, смотри, нифига он запрыгнул. Горбатый, бей его, мочи его. Ни хрена борзота. Ты ничего не попутал, дружище. А, он умер, хотя его даже не переехал. Интересно. А-та-та. Ах ты, сука, рваная. Дайте вид-то из кабины, блядь. Посмотри, что он делает. Он ногами бьет. Ха-ха. И своими яйцами меня перед лицом помахивает. Ты что, блин? Демон, сука. Да, вид переключается очень неудобно. Я даже не уделюсь, если многие люди просто не нашли, как его переключать. Потому что геморройника как-то... Ну, что, где мой хлам? Ну, в общем-то, пора закругляться. Все понятно с этой игрой. Я думаю, что здесь основной кайф именно в езде на машине. То есть сюжета как такового, в принципе, походу, что нету. Да, ну, что, сюжет, тачку собрать. Но это же не сюжет. Так. Фигня какая-то. Вот. Так что целостного, единого, глобального сюжета игра, походу, не имеет. Кроме как отомстить за то, что угнали тачку. Бла-бла-бла. Фонарик-то выключен хоть. Вот. Значит. Ну, найдутся желающие по летсплеить эту игру, безусловно. Но... Блядь, что за значок? Я ни хрена не вижу, что там может что-то собрать. Но, лично, как мне кажется, что полноценный летсплей, в полноценном летсплее, эта игра не нуждается. То есть в прохождении, там. Да, она веселая. Ну, она как? Ну, часик погоняет что-то, и она надоедает. Потому что, ну, смысла как бы во всех этих движениях каких-то, ну, как-то объективно нету, по-моему. Это красивая базара нет. Классно оптимизированная. Но ужасно бессмысленная игра. Как и фильм, собственно. Фильм был бессмысленная игра под стать ему. Детям, конечно, понравится прокачивать тачку, ездить. Но, честно, уже надоело вылезать из машины каждые 10 шагов. Но, опять, что-то надо... А, в бинокль надо посмотреть теперь. Ну, понятно. Посмотрим. Ну, давай посмотрим. Огнеметная труба защищает главный вход в лагерь. Воздвигая на пути нарушителя убийственной стену пламя. Чтобы не терроризовать трубу, нужно уничтожить ее источник топлива после усиления. Огнеметная труба практически мгновенно уничтожит любую цель. Так, вон, источник топлива, вот он, наверху подъезжаешь, стреляешь. Горлан. Поднимает тревогу в лагере. Прикольно. Мне в фильме понравился чувак, который на гитаре херачил, пока ездил. Это вообще огонь. Снайпер. Ну, такая... State of Decay, или Daisy, напоминает про зомби. Там тоже надо было залезть, куда-то все поанализировать, короче. Прежде чем приступать к миссии, да, по... Периметр лагеря обычно охраняется. Ну, и... И как его... Атаковать. Ликвидировать снайпера. Но, видимо, надо протаранить его. Его будку. Не, ну, вид все-таки ащи от ас. Вообще. Хоть размышления записываю. Ха-ха-ха. Опа. Снайпер готов. Все-таки можно с таким видом нормально ездить. Питающий их топливный бак. Это, видимо, тоже надо делать при помощи гарпуна, да? Тяните машины. О. Упс. Мы вновь побеждаем. Ну, а теперь ворота, да, выносим. И здравствуйте. Вылезаем. Как тут подпрыгнуть? Никак. Понятно. Побля. Понятно. Парковщик. Уровень бог. Экскюзми. А в этот раз он в эту дверь вылез. Я офигею. А что в прошлый раз не вылез здесь? Горлан. Горлан. Вот ему прикольно там целый день висеть-то. Если его приблизить к горлану, он поднимет тревогу. Есть индикатор тревоги. А что тут? Стелс, типа? А горлан не заметил, что я тут снайпера снял? Ворот проломил. По-моему, это было очень шумно. Ай-яй-яй, сука. А как мне? Ну, придется тревогу поднять, потому что я не понимаю, что они хотят. Мне его нечем убить. Горлан своими воплями усиливает этих демонов. Не вижу никакой связи, конечно. Ну и как этого урода снять оттуда? А мне нечем в него стрелять. Дайте патронов, ребята. Дайте патронов. О, тоже какой-то шедевр делают. На мою тачку похоже. О, патрон. Хы, ну что, урод, бля. До трех считаю. Даю тебе шанс съебаться. Раз. Два. Я передумал быть щедрым. Зачем я вернулся? Два. А-а-а. Тук-тук. Как дверь открыть? Найти останки машины Макса. Да, все, что осталось от его тачки. А зачем они разбомбили целую тачку, которая была на ходу? Не очень понимаю. Макс, мы по тебе скучаем. Возвращайся скорее. Да. Я переводчик уровень. Бог просто. А к кому он вернется? У него что, в этой версии семья не погибла, что ли, под колесами машин? Да бей сильнее, что ты как девочка. А. Два пристрелочных, третий фофан коронный. Он дебил, блядь. У него желтуха, походу, судя по цвету его кожи. Ау-ау-ау-ау-ау. Да-да-да, правильно говорят. В драке все внимание на чувака с ножом. Все остальные по боку. Он еще и песком в глаза сшвыряет. Неплохие, видать, из них бойцы. Да нет, нет, сука, твою мать. Я не понимаю. А, вот. Передумал он наносить свои берсеркерские удары. Что-то буря какая-то начинается, походу. И пить нехеру. Валить надо отсюда. Ёптащи. Лом дополнительно два из десяти. А как выше залезть? Тут где-то лестница нарисованная. А, вот он. Блядь. Как трудно к лестнице здесь подойти. О, эмблема черепа. Ничего. Сломать. Господи, ну зачем? Почему это все? Была такая игра, вернее, есть. I'm Alive называется. Вот что-то у них общего есть с Безумным Максом. Но только там такая была. Более продуманная, что ли. Там каждый патрон надо было экономить. Но я в нее не стал играть, в общем-то. Ну, где конец-то уже этой миссии? Что-то притомился. Игра, конечно, хорошая, да? По всем параметрам. Кроме как параметра того, что было бы в ней немножко больше смысла. То есть, я не знаю, какой-нибудь... Какой-нибудь сюжетец. А не просто езда по открытому миру с разбросанными какими-то локациями дикими. По-моему, я здесь к насосу не пройду, да? Я вообще не понимаю, как туда можно пройти. Если не объехав просто это говно. Там какие-то канаты натянуты. Ну, короче, понятно. Ладно, нахрен. Не пойду этот насос искать. Просто не понимаю, куда-то как туда залезть. Мне лень сейчас что-то искать, короче. Вот. Но все свое мнение об этой игре я уже сказал. Так что теперь... Теперь можете и вы высказаться. Что-нибудь пишите, что-нибудь там жмите. И надеем. Я надеюсь, прогресс тут сохраняется. Хотя бы. Продолжение следует... Продолжение следует...